Вот смотрите, у нас вот здесь прямо бежит из квартиры. Заходите в квартиру. А вот в душе, когда моешься, бежит все вот туда, и по несущей стене в подъезде течет вода. Все рушится, вообще невозможно мыться, ничего. Так выглядят многие помещения в этой жилой многоэтажке на шоссе космонавтов 199А. В ней всего 4 подъезда, и каждый как после бомбежки. Со стен осыпается не просто краска, а штукатурка. В некоторых местах до кирпичной кладки. Сверху нас топят, снизу мы топим, пол проваливается. Грибы здесь росли одно время, да, у нас. Улитки ползают. Да, от этого заболевания появляются дети здесь. А это санузлы и кухни. Они в этом доме общие, рассчитаны на 5-6 семей. Потолоки стены съела плесень. Сырость и высокая влажность – обычное дело. И неудивительно, здесь сосед с верхних этажей топит нижних. Один дернул за цепочку, у другого по стене побежалов. В таких условиях вынужден встречать старость пермский пенсионер Геннадий Михайлович Щелконогов и еще более 140 собственников и квартиросъемщиков. Постоянно поток идет, как в Кургусской пещере, пройти невозможно. В туалет зайдешь, на туалет, как выскакиваешь, ходи в душевую и ходи. Там сразу бумаги. Вот мой сосед, он платит за комнату, за содержание жилья 250 рублей каждый месяц. Это за год у нас получается приличная сумма, а ремонт у них в квартире так и не делается. Слесарей он вызывает, они сюда не идут. Вот поставили дверь недавно, хотя бы пружину поставили бы, даже пружину не поставили. Даже ручки мы хотели бы, вот две ручки хотя бы привернули бы. Ни ручек, ни пружин, ни даже замков. И это новые двери в подъезд от управляющей компании. Приходил инженер, проверял все вентиляции, составил заявку. И заявка на этом, видимо, так и осталась, потому что вообще ничего. А вот та самая с метом – перечень работ по текущему ремонту на 2012 год. В ней на ремонт подъездов заложена круглая сумма – 140 тысяч рублей. На всяческие наши заявления председатель у нас, Геннадий Петрович Сидельников, отвечает – скоро будет. Он ссылается на то, что деньги израсходованы. Я говорю, куда он говорит? С крыши снег скидывали, песок привозили, хотя ничего такого нет. Закормленные обещаниями активные жители пятиэтажки решили штурмовать управляющую компанию. На месте застали только юриста. И это в разгар рабочего понедельника. Я комментировать ничего не буду. Вы говорили? Так, пожалуйста, по офису не гуляйте. На выход. Да, на выход. От комментариев отказался и сам руководитель управляющей компании, когда мы позвонили ему по телефону. На все вопросы директор замечал одно. В доме много неплательщиков. Сумма долгов в год доходит до 100 тысяч рублей. Денег на ремонт нет. Почему тогда борьба с неплательщиками ведется за счет добросовестных жителей? Напрашивается встречный вопрос. А где практика взыскания долгов через суд? На заметку, по самым скромным подсчетам старшей по дому, на текущий ремонт и содержание жилья в год в этом доме собирается до полумиллиона. В подобной ситуации юристы советуют собственникам идти по такому пути. В первую очередь в районной администрации требовать признания дома, если уж не подлежащему сносу, то хотя бы нуждающимся в капремонте. А далее стремиться к тому, чтобы дом первым попал в региональную программу капремонт за счет собственных средств, которая начнет действовать с нового года. Нужно добиваться того, чтобы дом был внесен в программу капитального ремонта буквально в первый год действия программы. Согласно условиям нового жилищного законодательства, в первую очередь в программу капремонт за счет собственных средств должны быть включены и отремонтированы дома, в которых не было капитального ремонта на момент приватизации первой квартиры. Продолжение следует...